Надеюсь, что хорошо знакомая заставка программы «Сделанная в Вятке» прозвучала прямо сейчас. Добрый день, 13 часов и 7 минут в нашем городе. Меня зовут Владимир Сметанин. И в студии мы находимся вместе с Евгением Питониным, краеведом, историком, руководителем музея Вятского госуниверситета. Евгений Альбертович, добрый день. Здравствуйте всем. Напомнить нужно, чем мы сегодня займемся. Сегодня продолжается наша серия программ, в которых мы говорим об истории именно нашего города, Кирова. Мы прямо вот так по годам продвигаемся. Прошлая передача была посвящена году 1959-му, 60-й на очереди. Я, кстати, Евгений Альбертович, хочу заметить, немало отзывов, кстати, я слышал о нашей предыдущей программе. И многие люди звонили и писали, и говорили о том, что были очень удивлены тем самым фактом, за какие заслуги, в кавычках, Кировской области достался орден Ленин. Вот это поразило очень людей. Не знали. Не знали многие. И почему-то учили только в 1972-м году. Да, мы об этом говорили. Вот людей это очень-очень удивило и возмутило, изумило. Да, вот это факт, остается фактом. Я напомню, что в 1959-м году, даже в 60-м, область была награждена орденом Ленина за выполнение плана по сдаче мяса государства. Это была госавантюра, когда в деревнях извели под нож весь скот, вплоть до лошадей. Стадами гнали в областной центр на уголе. Стадами и с фолью, даже вот на мясокомбинате лежали горы разделанных туш, которые они смогли утилизировать. Весной они оттаяли, появились мухи, все это. Поэтому все понимали, что это была огромная авантюра. В 60-м году последствия этого уже пришлось расхлебываться. Это привело к резкому падению жизни, бегству из сельской местности и разорению деревенья Черноземья, падению общего уровня жизни непопулярным законом. В итоге, Новочеркас и трагедии расстрелы 1962-го года. И вот поэтому орден не вручали нашей области до 1972-го года, и только в 1972-м, когда уже весь негатив подзабылся, привезли, включили. Было торжественное мероприятие, да, в 1972-м? Я говорил, да, было мероприятие. Приехал член Политбюро. Вот, и у нас испекли огромный торт в виде ордена Ленина. И вынесли его в фойе драмтеатра. Дали этому представителю цирка нож. Он постоял, подумал, говорит, я олени нарезать не буду. И поэтому все это быстро замяли, все ушли, видимо, куда-то в другое место. А торт попилили и растащили, видимо, весь обслуживающий персонал. Это чьи свидетельства? Очевидцев? Свидетельства, очевидцев. Очевидцев, непосредственно тех, кто готовил этого гостя. Ну, это был 1972-й год, а у нас всего лишь 60-й год. Да, в общем, да, достаточно неоднозначная, конечно, история. И скорее, да, скорее такая печальная, нежели повод для гордости, если хотите. Хорошо, 1960-й. Сегодня у нас это центральное, собственно, событие. Ну, 60-е, это, конечно, такой символический рубеж от послевоенных, трудовых, полуголодных 50-х, развеселым, скажем так, пританцовывающим 60-м, от гимнастерочно-телогреечного драповой эпохи Болонье и Нейлону, от музыки толстых джаза, рок-н-роллу, от пол-бокса, это когда челка спереди и бритая голова, и от штанов стиляшных в обтяжку, волосам до плеч и клешам с колокольчиками, от радиола и музыки на ребрах, магнитофоном, и винилу от фарцовщиков. Ну, и, ну, в общем, от хрущевского волюнтаризма к Брежневскому застою. Ну, до этого еще далеко. Застой будет определять, в принципе, в 360-х, апартажа волюнтаризм, волюнтаризм. Волюнтаризм, само слово, появилось после Хрущева, конечно, использовалось уже и в фильмах Гайдая, прошу в моем доме не угрожаться и прочее. А вот первая госавантюра была по производству, перепроизводству мяса, догнать и перегнать Америку, что к 60-му году привело к ужаснейшим последствиям. Ну, давайте сейчас комплексы, да, передаем. Сейчас, не помню, в 60-м году, по-моему, даже, по-моему, еще пенсии, когда у нас колхозник начали платить, где-то в эти годы, а до этого, в принципе, трудодни. И вот после того, как люди стали в деревнях понимать, в том числе и в Кировской области, у нас началось резкое падение численности сельского населения. Вот. Плюс к этому наложилось... За счет бегства. Бегства. Из села беспаспортное. Снимались с мест и... Нет, не сняться было. Из колхоза было не уволиться. Было проблематично вот это вплоть до статьи. И поэтому любыми способами, то есть либо поступать куда-то в ВУЗ или в техникум в город. Но это молодежь. Да, выдавали документы. Вот. А потом можно было истребить. Или уйти в армию, после армии не вернуться. Вот у нас в Кировской области села стали пустить. Ну, плюс к этому всему наложилось, конечно, и укропнение. Но оно немного позже. Но к 60-му году уже такие тенденции были. То есть стали ликвидировать малые деревни. Вот. В принципе... А куда бежать? Бежать только в Иров. Ну, были и стройки, и там Чапец, и где-то еще. Но в основном, конечно, в город. Поэтому вот этот бум перераселенческий, он увеличил население города. Вот это был огромный рост. Поэтому город застраивался. Вот мы говорили в прошлых выпусках о строительстве Артемовского проспекта. И к 60-му году, конечно, темпы сбавились. В основном стали и были построены. А велось строительство уже в 60-м году. Еще ильпичных. Панельные были немного позднее. Это уже года 62-го. Они начались. Ну вот, ильпичная застройка, она была в 60-61 год. А если территориально вас сейчас посмотреть на карту города, где именно 60-й год строительства? Напротив сельхозакадемии построены две хрущевки в 60-е. Они еще были в стадии строительства, построены в 61-м году. И ниже, по октябрьскому, плюс-минус, это лет, но это все построено в 60-е годы. Плюс отдельными фрагментами вот эти хрущевки. Они не были зелеными или там розовыми, они были серые, угрюмые. Красить их начали в 72-м году. То ли его город красили. И вот чувствовалось у нас всюду, видимо, событий очень немного таких, чтобы что-то было построено, чтобы что-то было у нас сделано. Вот по прошлым годам я там целый список, что и открывались учреждения, технику. Мы строили там школы новые, типа 37-й или дома культуры, или что-то еще. В 60-м году темпы, вот, видимо, из-за авантюры в сельском хозяйстве, из-за непомерной гонки вооружений, которая тоже привела к трагедии в 60-м году. Ну, по порядку. Давайте посмотрим общий фон, что же у нас было в мире. В мире, конечно, у нас было много чего. Прежде всего, в 60-м году рассорились с Китаем. Вот, видимо, сейчас пытаются... Были братья на веки, а тут... Ага, пытаются сдружиться. А вот история разногласий началась в 60-м году, когда из Китая были отозваны все советские специалисты и весь тех персонал. А газета, легендарная газета Женьбинь-Жибао, орган Компартии Китаем, опубликовала большую статью с крикой. И в адрес, прежде всего, почему-то югославских ревизионистов, и в адрес СССР, что было неслыханно и невиданно. Вот с Китаем. В итоге, конечно, конфронтация нарастала, что привело уже к дальнейшим и вооруженным столкновениям. Ну, это было уже в 60-м. Папа же был в 60-м. И, причем, очень неплохо выступали. Ну, конечно, их-то в помине не было, допинговых стандалах. СССР завоевали 43 золотые медали, а США всего лишь 34. И у нас было, соответственно, место, первое место, да? Да, первое место, конечно. 43 медали, тоже 2-м больше. Трагедия года землетрясения в Марокко, где погибли по разным подсчетам 15 тысяч человек. И в этом же году Белый дом заявил, что американцы стали слишком жирными. То есть, они, видимо, быстро... Официальная позиция американских властей? Что-то у нас слишком точная нация, да? Ну, понимаете, у нас... И сейчас наши депутаты в Госдуме заявляют, что народ слишком жирный. И вот сейчас кто-то из депутатов худеет, живя на... 350 рублей в неделю. Вчера уже в соцсетях где-то было, что он уже похудел. Вот, видимо, американские дети стали жирными. И, видимо, и это меры. Но я не предполагаю, что... Ну, давайте будем более толерантными, упитанными. И что, вот заявили? Ну, констатировали, видимо. Да, программа, видимо, какая-то шуба была. Медицинские программы были, но не по ухудшению уровня жизни, не по уменьшению минимального размера оплаты труда. Ну, были страсти в Рея. Ладно, пройдем мимо них, что уходит президент, выбранный в отставку. Там были сфальсифицированы выборы. Это в Южной Рея. И все это. Ну, и события, заслуживающих внимания. Ну, прежде всего, не могу пройти мимо. Конечно, это в 60-м. Там состоялось первое публичное выступление Джона Ляннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и еще Питера Беста на барабанах в составе группы Битлз в Гамбурге. Элвис... В общем, началось восхождение Битлов. Эпоха Битломании начнется через три года. А пока вот еще молодые, никому неизвестные ребята, в принципе, уже собрались. Еще не совсем в полном составе. Но, тем не менее. Элвис Пресс почему-то еще не упомянул. Я, видимо, Стю Сетклифф был такой, который умер впоследствии. Но, наверное, он был пятым Битлом в ту пору, в 60-м году. В этом же 60-м Элвис Прессли уволен из армии США. Ну, вот, конечно, событие вроде рядовое, но ни до, ни после вообще в мире не было такого факта, чтобы возвращение простого солдата привлекло огромное общественное внимание. Ну, нельзя не упомянуть, что... Соответственно, он уволился в возрасте, я смотрю, 25 лет. Да. Ну, в принципе, он и неплохо служил в Европах, в Германии где-то. Ну, конечно, изумил СССР. Ну, он такой обычный, в общем-то. Ну, что-то происходит, да? Нет, нет, ну, были явления пахальные, например. И именно в 60-м году Хрущев на сессии он постучал ботинком по трибуне. Ну, то знаменитое выступление, которое... Ну, причем он ездил не как глава СССР, он ездил как участник делегации ООН, тем не менее. Вот это. И видел фотографии, вот впервые у нас были запущены в космос собак и в белые стрелки, которые вернулись назад, живыми. До этого возвращать не планировали. А вчера я специально посмотрел фотографии, там, оказывается, был... В подборках газет вы имеете? Отбор такой, астинг у этих собак был. К 60-му году такой, что сейчас, пожалуй, на некоторых шоу меньше. Там надо выбрать было собак по весу. Во-первых, если будут фотографии для прессы, надо, чтобы были собаки симпатичные. Потом, чтобы возрастные, потом обязательно, чтобы были женского рода, потому что иначе там такой собачий туалет не был приспособлен. Тем не менее, вот удалось, и это, видимо, сподвигло запустить через год уже человека в космос. Ну и почему-то Фрущев наехал еще не на церкви, а в 60-м году. Фрущев разогнал союзное министерство внутренних дел. Чем по вкусу не пришлось оно Никите Сергеевичу? Трудно сказать, чем не пришлось, но функции были возложены на МВД 15 союзных республик. Ну вот такой главк был ликвидирован, в принципе. Ну, тогда, видимо, милиция, когда еще помнили сталинские времена, и в относительно вегетарианское время, в 60-м году, особым таким рейтингом, не пользовалось зарплаты, были маленькие, шли туда, в принципе, вот из деревень люди сбегали, в основном, в рядовой состав. Ну, именно в правоохранительные органы. Да, да, в милиции. Но, тем не менее, вот сейчас рассказывают ужаснейшие вещи там про милицию в Башире и все. А в 60-м году также была масса народных волнений, вызвано, скажем так, каким-то беспределом со стороны милиции, там, в Муроме, там, еще где-то в Белоруссии. То есть, кого-то избили или убили, вот народ еще тогда был незапуганный, активный. А потом народ охранил. Кроме ли милицейские участки. Не знаю, может быть, и с этим связано, но очень нездоровое такое. Именно вот не только в 60-м, и немного до, и после, вот потом все-таки стали как-то реформировать. Ну, а так как жизнь начала ухудшаться к 60-му году, то, естественно, не привыкать врать нашим властям. В этом же году в СССР было обещано введение 7-часового рабочего дня и отмена налога, зарплаты. Об этом писали центральные газеты. Как вот маяк такой, да, народу был? Да, вот смотрите, мы к этому и... Коммунизм-то, видимо, не знаю, попозже, пораньше, в 80-м году обещали. А тут я смотрел, опять же, на эти газеты правды, и все. Слава партии, слава, там, Ите Сергеевичу, подоходный налог, там, отменим, и 7-часовой. Ну, никто... А это, простите, к какому году обещалось? В 60-м обещали, но дата не была... Вот, я понимаю, что в 60-м, но конкретно... Дата не была, и... Но скоро при этом, да? Да. Что-то там подчеркиваю. Да, вот надо было обнадежить, чтобы все вышли на митинги с флагами, там, с транспарантами, кричали «Ура!», а потом тихонечко списали на волюнторизм Хрущева. Тогда Хрущева убрали, да это что он обещал, а он, что не это, он же там с пьяну, вроде, как сейчас пишут. Вот, Рым отдал Украине, хотя Хрущев тут, в принципе, не совсем при делах, но тем не менее... Слушайте, может, для молодого поколения поясни слово «волюнторизм-то». Волюнторизм? Государственный авантюризм. Ну, выдача, ну да, выдача желаемого за реальное суд. В общем, наговорить с рекором бы, а на самом деле... Ну, ладно, ладно, хватит о негативе, хоть о чем-то хорошем. В 60-м году фундамент Астанинской телебашни был заложен в первый кубометр бетона. Вот, проект был придуман конструктором, фамилия его была Нитин, за одну ночь. Образом башни стала перевернута лилия. Лилия? Ну, случайно, лилия. Цветок с лепестками и толстым стержнем. Вот, видимо, попалась лилия, и вот придумали саму эту концепцию башни. Ну, не знаю, вот стоит, даже горело, тем не менее. Ну, и трагедия года нельзя не обойти. Вот, конечно, гон о вооружении. Конечно, непомерный военный, как тогда называли, оборонный бюджет. Вот, и пытались запустить эту на Байкануре, и произошла трагедия. О ней, наверное, все слышали. Это одна из самых крутейших трагедий в истории СССР. Это взрыв на стартовой площадке для запуска рапет. Когда погиб главнокомандующий рапетными войсками стратегического назначения Неделин, и масса генералов, военных, обслуживающего персонала... Сгорели заживо. Там мы нашли, по-моему, от Неделина один только оплавленный, сгоревший погон с оплавленной звездой маршала. Ну, надо понимать. В принципе, была трагедия. Об этом, конечно, ничего не писали. Вот, конечно, информационное поле... И вообще никакой заметки? Абсолютно. Чуть-чуть где-нибудь была, вот, три строки, что случилась авария, но без жертв. Остальное все... Тюх, и вот интересно, вот, не было такого сейчас интернет, что мгновенно и в деталях все. Когда об этом стало известно? Люди стали узнавать через... Либо через кого-то, а то родственники погибших или пострадавших, а так вот официально было. Это уже подобная тенденция, она сохранялась вплоть до 86-го года, до Чернобыльской аварии, до взрыва пытались скрыть, устраивали в Иеве демонстрации, все такое. Но не было ни слова в прессе. А когда все-таки официально-то было объявлено, что действительно в 60-м году была такая трагедия? Детали появились уже во время перестрочной оттепели, когда вот началась так называемая огласность, про которую там когда-нибудь вспомнит госбезопасность, и тогда вот уже, по-моему, вот эта постсоветская пресса стала публиковать много чего, многое, вот, всплыло атак. А в Кирове отголоски, возможно, люди... Может быть, может, конечно, там же служили солдаты. Не только ведь эта трагедия, но, скорее всего, и призывники могли быть и на полигоне, где Жуков испытывал на российских солдатах атомную бомбу, и служить им на Байконуре, вот, в принципе. Ну, ладно, вот... Наш ответ, видимо, был 1 мая 60-го года сбит самолет разведчик У-2. Причем сбили совершенно случайно. Пилот Гарри Пауэрс был взят в плен над Уралом где-то вот. Поэтому, интересный факт, когда сбили, то не знали крестьяне, то ли парашютист, то ли кто-то, то ли летчик вроде какой-то, а потом уже, что шпион, и поэтому... Это ведь тогда еще там слухи пошли, что война, мол, какая-то... Да, много чего. Потому что... Свежи же еще воспоминания были... Там тоже целая история, если кому интересно, можно поискать в интернете. Сбили совершенно, можно сказать, случайно, но, тем не менее, 1 мая, когда, в принципе, никто не ждал. И... В праздник весны труда. Да. И солидарность всех трудящихся. Но там все, с ним, благополучно закончилось, насколько... Да, обменяли, по-моему. Обменяли его, да, да. И это привело интересно к чему, что когда запускали Гагарина через год, то в последний момент, видимо, увидели, что у него нет никаких опознавательных знаков. И когда он... А он приземлялся на парашюте, вот еще не в капсуле, а, видимо, как-то отдельно, вот, и сообразили, что могут принять за такого же американского шпиона. Да. Может, это все печально закончится. И могут и на вилы, могут и чего-то, и поэтому в последний момент, перед стартом, вызвали там художника, не художника, но кто умеет там исти перо держать, и думали, то ли звезду красную нарисовать. И поэтому довольно так, это кривовато, на белом шлеме Гагарина были написаны буквы СССР. Это потом все фотошоп, когда буквы стали идеальными, ровненькими. Ровными, а на самом деле это было так, это написано именно потому, чтобы вот не спутали с американским шпионом, что он свой советский и все это. Ну, и еще, если событий по стране в целом, то в этом году начал расти, конечно, резко наш, дорогой Леонид Ильич. То есть Брежнев сменил уже довольно пожилого маршала Ворошилова на посту председателя Президиума Верховного Совета СССР. И был на этом посту параллельно с геносертом марш до самой смерти в 1982 году. Ну, и у нас, конечно, Хрущев тоже свою неадекватность проявлял. И в некоторых законах, например, смертную казнь в СССР распространили на некоторые экономические преступления. Вот выстреляли фарцовщиков, когда уже статью ввели после их ареста, после возбуждения отдела. И реальных случаев было немало. Действительно, приводили приговор уже за смертную казнь в исполнении, да, за эти вещи? Причем именно Хрущев, там, именно его неадекватность, его вот эта возбудимость, там, по каким-то делам, по патологическую возбудимость, видимо, не сдерживаемость. И, конечно, никто не мог поправить ни с этим мясом, заготовками, хотя специалисты понимали, вот, можно было сказать, что вы не правы. И сохранить, там, может быть, экономию, и все. Нет, вот, проще было согласиться, сказать, да, гениальное решение, все, ну, по-моему, мало что меняется. У нас сейчас реклама должна быть закончена, да? Событие, это начатое производство запорожца, знаменитого Горбатого. ЗАЗЗ. Да. Запорожский автомобильный завод. Идея возникла уже, конечно, когда не было дешевого автомобиля, да и мотоциклы были недоступны, в основном велосипеды с моторчиком, и это первые мопеды стали появляться, вот, люди ездили. Вот, все-таки решили, типа, фольксвагена, вот, и дешевые народные автомобили сделали Горбатого. Двигатель сзади, я могу всю передачу рассказывать об этом. Ну, мы говорили с том, и еще, я думаю, поговорим. Евгений Питунин, историк-краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета. Год 1960-й. Жизнь страны, жизнь нашего города. О чем поподробнее, видимо, уже после рекламы будем говорить. Киров ровно 58 лет назад, на 1960-м году. У нас есть 10 с небольшим минут для того, чтобы... Это вроде и недавно, и давно представьте себя жителям нашего города в 1960-м году, когда вы получили Хрущевку, О, Ананатябовский проспект, можно радоваться, что машин мало, там, одни троллейбусы, и еще гужевые повозки, все это. Вы там, еще у вас нету обоев, потому что не принято, и дефицит, еще стены, они даже были мажущиеся, белили там чем-то, и с олером называлось. Это мебель, это занавес, и между дверями вот эти все масса пылесборников, и это огромные гардины, там, чего-то было, утром возбудит гимн, в 6 часов начинает орать, радиоточка, вам надо ехать на завод, на лепсе, вы выходите на троллейбус, на остановку, там стоит безумная очередь, подъезжает желто-синий троллейбус МТБ-82, номер 3. Куда с трудом еще 10 человек впихивается, троллейбус уже трещит, а на завод нельзя опаздывать. А тройка-то была, кстати? Была. Нет, в 60-м еще не знаю. В 60-м, поможет. Она позже? Позже, ну, скажем, по «Орламарксу» вы выходите, в 63-м появился третий маршрут, вот, в такой же троллейбус «Орламарксу» вы садитесь там, не можете сесть, поэтому надо ехать куда-то, и вы прыгаете сзади, цепляетесь за лесенку этого троллейбуса, или сзади на бампере, там человек пять могли висеть, часть там спрыгивает на следующий остановку и пытается, пытается еще втиснуться, двери не закрываются, но водитель понимает, вот эти гроздьями висят люди, поэтому в час пик, конечно, в целом жизнь, конечно, она ничего... Обычно, говорят, все шторма проходят наверху, а она в придонном слое всегда тишина, вот у нас область была оширирована, конечно, вот этими горами трупов, животных на мясокомбинате, слухи ходили, но тем не менее... После работы, куда там надо было идти, в такой, в траповом пальто, в какой-нибудь эпке, вот, ну, если рабочий, там и в телогрейке даже, и надо было чему-то в жизни, вот особенно в такую ноябрьскую погоду порадоваться, и полно было пивных под названием «Голубой Дунай», это были такие круглые павильоны, ну, многогранные, скажем так, и в основном круглой формы, их было немерено. Почему голубой, почему Дунай? Дунай, песня была «Голубой Дунай», а голубой, потому что в цвет голубой трассили, были ледощаты, и вот зайти, можно было оттянуться... Советский маркетинг. Пиво было в 60-м году очень даже доступно, можно было оттянуться вот под пирожки сливером у мясокомбината, еще что-то вот так. Город был печной, дровяной, еще... В мороз, соответственно, зимой все это ровными столбами поднималось. Даже вот в этих свежевыстроенных рущевках, еще в 60-м году, в 61-м даже и дальше, не было горячей воды, то есть это все подключили отец отдельно, отапливались они отельными, отельные были там через пять домов, в шестом, во дворах там, ну, примерно вот я так по расстоянию это смотрю, эти были огромные трубы, прямо вот напротив окон, это было несчастье, а то жила у тебя в метре от окна была огромная горячая труба, и куча шла из этой отельной, перед подъездом этот черный снег, вот, а дрова покупали, был травяной склад, общегородской, в 60-м он был, ну, у Герцена-Ленина, там сейчас страховая компания. Остановка Трифонов монастырь. Да, там могли покупать дрова, машинами завозили эти дрова во дворы, поэтому были либо дровяники, либо в подвале, либо на улице, и вот, если что-то уже затевало, была стирка, вот, представляете, стирку в 60-м году, это надо мужику идти в подвал, брать там охапку дров, с этими дровами надо было идти в свою счастливо полученную хрущевку, далеко не все это, очень везучие люди тогда еще получали, надо было нести эту охапку дров наверх, растапливать такую ирпичную, обложенную железом прямоугольная плита, невысокая была на кухне, надо было ее растапливать, надо было ставить жестяное крыто, либо ванночку на эту, на плиту, надо было... Это, в общем, железное, чтобы можно было нагреть, потом все это, купать детей, стирать белье, развешивать, вот, поэтому предпочитали больше ходить в центральную баню, и были там такие услуги, это снять номер, туда ходили... А что значит? Номер, это именно по паспорту, там, чтобы не было никакого разврата, чтобы это была семья, там, с маленькими детьми, с бабками, брали такой номер, там был такой запуток, отдельная дверь, там раздевалочка, и ванна, и душ, вот, туда ходили с семьями мыться, и там же стирали белье, там же купали детей, потом тащили эти узлы с бельем, вот, в 60-е годы Вы понимаете, большой спрос был на эти услуги? Ну, был, был, да, особенно в банные дни, ну, конечно, вот, ну, тем не менее, все-таки прогресс шел, и в 60-м году была основана газовая служба ИРОСЭ в области, вот, я помню... Да, то есть, накануне юбилея сейчас, у них был на Карла Маркса, за магазином, а он прямо вот... А там табличка, по-моему, висит сейчас Не помню, такой был, Голубин и дом по красной линии стоял, вот, я еще застал В октябре, в Кирове была, с 60-го года была открыта балетная школа Ого! Ну, и... Прямо научной технической... Дети пролетария туда могли попасть А вот не знаю, что сейчас там стало, вот, история ее балетная куда-то, она, может, в культ просвет влилась По Мутнинске были построены в 60-м году две радиомачты, то есть телевидение, о котором мы говорили в предыдущих выпусках, вот, дошло до жителей северо-востока области Там третий по счету уже был рет-трансляционный центр в Мутнинске Тем не менее, вот, когда мы говорили о том, что телевышку построили не на самом высоком месте, а пониже, вот, поэтому часть районов не попала Ну, и таким образом строили рет-трансляторы В 60-м году в Кирове появился первый автобус без кондуктора Вот, опять же... Представить только в 2018-м автобус без кондуктора Очень хороший пост был у Мировича, вот, если бы вы оказались в коммунизме, как бы это было, это вот можно обсудить на самом деле, но, тем не менее, вот, эти шаги, кстати... Как он себя зарекомендовал? Это был автобус, который ходил... Номер 10 автобус, который ходил от центрального рынка в Вереснии Вот, и новшеством была и касса Впервые и ровчане видели билетики, надо было покупать само... Но и водитель, не кондуктор, а водитель сам объявлял остановки Остановка, улица такая... Ну, и в 60-м году, конечно, обустроили Халтуринский парк Нынешний Александровский сад, вот, где появились первые аттракционные самолеты Я застал эти два серии ребристых самолета Которые по кругу... Да, жутковатый был такой аттракцион, когда по два человека садились самолеты открытые Они начинали крутиться, крутиться, крутиться быстрее, потом как-то поднимались почти вертикально, а потом снова опускались Наверное, как кировские предприятия делали Может быть, ну, честно говоря, ни разу так все были поползновения, но ни разу не рискнули Но появилось и первое лесообозрение, и машин, и все В парке? Или в Заречном? В этом, в Халтуринском, в Александровском Оно было маленькое, а потом поставили еще большое рядом И маленькие свинтили, а сейчас даже долгое время были постаменты от этих лес А сейчас, по-моему, даже этого не осталось Там какой-то памятник Ну, и, конечно, опять же, шестидесятый год, день рождения, год рождения Ировского планетария Первый планетарий был в надвратной церкви Трифонова монастыря Вот, куда сейчас заходишь, там висит икона, внутренний вход И наверху я этот планетарий застал Вот, Горбачева, да, улица там была И вот в шестидесятом году первая лекция была прочитана Конечно, было интересно, представьте, что еще когда Про космос? Не было каких-то там фильмов, их жутко-фантастических И вот когда приходили и показывали через сеточку это звездное небо То вот в Пионерах это И еще и мультикрутили Планетарий, он был очень популярным Да Ну, потом перенесли опять же в церковь Притечен скоро этот планетарий Сейчас он тоже где-то есть, но Где-то то ли в школе, вот даже, не знаю, надо будет поинтересоваться Ну, и, конечно, бассейн первый, это тоже нельзя выпустить В спорткомплексе Родины был Ировин бассейн Быт на Лепсе до сих пор Да, рядом с почвой Лепсе Он создавался под какое-то конкретное спортивное общество Для спортсменов или для всех желающих Для всех Ну, были соревнования, конечно И все, тем не менее Видимо, Лепсе строил Лепсе уже к тому времени на ногах Прочно стоял Микрорайон застраивался Минутка остается Ну, интересно, что, опять же, идеология просачивалась Вот из факта 60-го года в Ирове Оказывается, надо было платить абонентскую плату Не только за телевизор и радиоприемник, но и за велосипеды Поэтому в спортивных и хозяйственных магазинах В 60-м году продавался велосипедный номер, который надо было покупать И действовал он на год Вот я говорю, жалею Сейчас вот депутаты Госдумы услышат Они то же самое придумают Что номера машин продавать на год Потом покупать новые Ну, надеюсь, что Есть страны, где реализовано уже слышат И событием года стал твист Пробрался он через ламповое приемник И тогда после выхода песни Чаби Чайера Вот твисты в Ирове танцевали на квартирах Хотя официальная музыка была довольно такой велотекущей Уныловатой Велика на два берега Куда бежит реченька Кто сейчас это помнит А вот твист все-таки стал гиперпопулярным После растирания Маргунова Оно появился в 60-м году Вот такой вот разноплановый Черно-белый Без одного оттенка Тут нельзя сказать, что Очень противоречивый год был в 60-м 60-м Евгений Питунин Историк, краевед, руководитель Музея Вятского Госуниверситета Я напоминаю, что программа сделанная в Вятке С участием Евгения Альбертовича Выходит два раза в месяц По пятницам мы чередуем эти выходы с программой Союз нерушимый 13.06 Обычного начала программы Весь архив Еще раз напоминаю Архив передач Сделанная в Вятке Хранится на нашем сайте До встречи в 61-м году Заходите Всего доброго, спасибо, до свидания Спасибо Спасибо